Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот продолжая разговор о огурцах, а именно о получении раннего урожая огурцов, мы добрались до темы, которая очень-очень важная. Это когда начинать замачивать, когда сеять вот эти самые огурцы для раннего урожая. Ведь от срока посева зависит очень многое. Некоторые стараются сеять как можно раньше, но это тоже не всегда хорошо. Все зависит от региона. Вообще эта тема получения раннего урожая огурцов очень такая, я уже сказала, огромная, многогранная. Я вот уже рассказала, какие есть способы для ускорения получения ранних огурцов. Это выращивание в теплице, под дугами, в парниках, выращивание рассады самой. Потом рассказала в следующем видео, как выбрать сорта, где я объясняла, что для самого-самого раннего урожая, если в теплице нужны только гибриды, для получения раннего урожая в открытом грунте можно уже использовать обычные сортовые, чтобы все это не перепутать и чтобы внимательно выбирать сорт, от этого тоже зависит количество урожая. И в третьем видео я рассказывала, как я замачиваю. Вот способ замачивания, как замочить на рассаду. Но самое главное, ведь надо выбрать точно день, когда начинать замачивать эти семена. Если вы еще ни разу не выращивали вот так рано огурцы, то вы должны запомнить одно правило. Выращивать, начинать, замачивать, сеять огурцы нужно только за 30 дней, до высадки их на постоянное место, не раньше. Рассада не должна быть перерощенной. Рассада огурца, так же как рассада томатов, она тоже вытягивается, она тоже может быть хилой, тонкой. Если она у вас в комнатных условиях вырастет больше месяца возраст, она начнет цвести, начнет давать пасынки, усы, земли у нее будет мало, конечно, в стаканчике, она будет тоненькая, хиленькая, и в результате вы никакого урожая не получите. Она будет у вас замоченная, если вы ее высадите в более поздние сроки, чем 30 дней, то это уже будет не ранний урожай, а возможно даже позже, чем те, которые посадят в свое время. Сейчас я расскажу, как точно высчитать. Все зависит от региона. Все зависит от региона и от тех условиях, где вы будете выращивать свои огурцы. Я сейчас покажу на своем примере, чтобы вам было все-все понятно, а вы примените к себе. Буду рассказывать по примеру сибирского региона и своих условиях. Но знаете, что если вы живете в средней полосе России, значит вы можете делать это раньше на 7 или 10 дней. Если живете в регионах, которые еще холоднее и круче, чем Сибирь, то вы будете делать это позже на 7 или 10 дней. Вот мы у нас средина между средней полосой России и совсем такими, как, не знаю, где-то там на севере, где совсем лета нет. Вот мы высаживаем традиционный у нас срок 5 июня в Сибири. Если вы живете в сибирском регионе или приравненном к нему, это считается и Урал, и Дальний Восток, и все-все вот эти регионы, которые почти одинаковый у нас климат. Если вы будете выращивать эту рассаду в открытом грунте, без каких-либо укрытий, вы должны посеять на 30 дней раньше. Вот я, например, если бы я выращивала в открытом грунте, от 5 июня 30 дней я отступаю назад, значит, 5 мая я должна, ну как, начать сеять на рассаду. Ну, как я вчера рассказывала в своем видеоролике о способах ускорения, что один из таких эффективных способов ускорения получения урожая является теплица, тот, кто имеет теплицу, может прибавить себе еще 2-3 недели. Так как я буду выращивать в теплице, я от этого 5 мая 21 день еще отступаю. Это значит, уже будет не 5 мая, апрель, так, 5 и 15, значит, 15 апреля. Ну и раз я на всхожесть даю им примерно недельку, 5 дней отнимаю, 10 апреля. Вот, из этого ясно, что если я живу в сибирском регионе, и я хочу вырастить рассаду и высадить ее потом в теплицу, значит, я в первой декаде апреля уже могу начать замачивать семена. Вот, с 5 по 10 апреля, ну сегодня 3 апреля, я чуть пораньше, потому что у меня есть условия, я в крайнем случае, а, хочу еще рассказать про погодные условия, да. Но год на год не приходится, и погода у нас всегда вносит свои коррективы. Вот, например, я посадилась сегодня 3 апреля, вот у меня наступил тот срок, когда надо высаживать там, когда, какого, в каком-то, в мае, ну не помню я уже точно какого числа, я должна, не буду снова считать. А на улице еще очень холодно, и может быть даже у нас в это время идет снег, вы всегда должны быть готовы, что если вы собираетесь получить ранний урожай, то вы должны создать условия для этой рассады. Я, например, когда весна поздняя, когда еще холодно и снег, делаю еще одну перевалку. Я потом все это в процессе вам буду показывать. Вот сейчас я их замочила, я их посею в 200-граммовые стаканчики небольшие. Большие сразу не сею, потому что закисление земли происходит. Они очень маленькие, воду не успевают полив, обработать. Только тогда, когда она, корневая система заполнит весь стаканчик, я делаю перевалку в полкилограммовые стаканчики. И обычно этого хватает, когда наступает срок высадки. Если погода хорошая, я с полкилограммовых стаканчиков пересаживаю сразу в луночки, куда там мне нужно. Но бывает год такой холодный, и в это время еще лежит снег, например, или мороз, тогда имейте в виду, что вам придется делать еще одну перевалку, щадящую в более такую объемную тару. Обычно, когда я делаю еще одну перевалку, я кручу стаканы сама. Я показывала на одном из видеороликов, как из старых пленок, обматывая железную банку из-под этих ананасов, я делаю стаканчики. Вот в такие более объемные стаканчики, как можно сказать, в самодельные пеленки, можно вот этот огурец с рассаду переложить еще раз. Но и постоит еще немножко, значит. И вы должны понимать, что если вы будете, ну как, выращивать огурцы через рассаду, то вы должны уже быть готовы, что придется какие-то дополнительные хлопоты вам иметь, какие-то дополнительные условия. Если вы будете высевать вот в такие ранние сроки, как я, вот сейчас, огурцам обязательно нужна досветка. Это очень светолюбивые. Если вы просто посеете в стаканчики, поставите на подоконники, они быстро вытянутся, быстро изогнутся. Вы, наверное, видели такие бедные-бедные огурцы на тоненьком-тоненьком стебельке. Два листика качаются, еле живые. Обязателен свет. Так же вот как петунии у вас стоят, перцы, баклажаны. Огурцы так же любят свет. Это обязательно. И вот высчитав вот эту дату, может быть, вы поймете, что для вас это слишком рано, и вы не сможете им в дальнейшем как обеспечить комфортные условия для этой рассады. Тогда не торопитесь и лучше посеете на неделю-две позже. Тогда уже, возможно, будет больше солнца. Может быть, вам не нужно будет лампу дополнительно ставить, и не нужно будет дополнительное укрытие при высадке. Потому что я вот всегда, когда высаживаю в теплицу, я всегда имею в виду, что вдруг какой-то заморозок и похолодание. Я всегда у меня есть на готове дуги, пленки, которыми еще раз мы в теплицу накидываем все эти посадки. И нужно еще вам обязательно учесть тот фактор, рядом с вами находится, будет находиться эта теплица, или эта грядка с огурцами, или вы приезжаете туда редко. Потому что погода у нас непредсказуемая, даже не в нашем сибирском регионе, а везде. И если вдруг неожиданно будет похолодание, и если вы вовремя не укроете, не позаботитесь о них, они тогда, конечно, погибнут. Вот я думаю, как высчитать все эти сроки. Теперь понятно вам. Главное 30 дней. Раньше, чем за 30 дней до высадки на постоянное место, никогда не сейте. Вы как не сделаете лучше, а сделаете только хуже. Вы с ними промучаетесь, они у вас вытянутся, и вам придется все равно сеять позже еще раз. 30 дней отсчитали. Если есть теплица, прибавьте еще 20 дней. Если просто подпленочное укрытие на улице, тогда к этим 30 дням еще 10 дней можно добавить. И если, ну как, вообще просто открытый грунт, то 25-30 дней до высадки в грунт. Все. До свидания. Вот эта тема у нас, я надеюсь, все понятно. Еще мне осталось потом рассказать, многие просили, как выращивать именно, высчитывать не для теплицы, а как вырастить огурец в ведре, у кого нет ни теплицы, ни огорода, и вообще ничего, и как вырастить огурец на балконе. Эти темы я тоже вам расскажу, потому что я сама нынче буду выращивать снова огурец в ведре. В прошлом году они дали самый первый урожай, хороший, но я огурец в ведре буду высаживать вот из этих же. Зачем огурец в ведре? Сейчас объясню. Те, которые в теплице, вот у нас иногда бывают такие погодные условия, что высадишь их рано, и никакая пленка, никакие дуги не помогают. Вот мороз минус 7, минус 8, огурец ничем там не спасешь. И у нас нет таких условий, чтобы все теплицы подогревать электроэнергией, проводка не выдержит. А огурец в ведре всегда можно эвакуировать в такие случаи похолодания, занести домой. Мы в прошлом году носили два ведра с этими огурцами, именно они нам дали первый урожай. Так что огурец в ведре, это вот, ну, совсем небольшое количество. Там для детей 2, 3, 6 штучек посадить. Для детей салатик себя побаловать. Огурец в ведре, это идеальный вариант такой, на подхвате, когда уже нет сил ждать основной урожай, хочется что-то скушать, а еще нет ничего. Огурец в ведре поможет. Я потом расскажу вам все подробно. До свидания. С вами была Ольга Чернов.